12 россиянам предъявили обвинение в рамках расследования Мюллера Кейтлин Паланс, Стивен Калинсон, CNN, США 14 июля 2018 года Министерство юстиции США предъявило обвинение 12 россиянам в рамках расследования специального прокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы 2016 года Их обвинили в устойчивых попытках взломать электронную почту и компьютерные сети демократов Все 12 обвиняемых, члены ГРУ, российского разведывательного агентства внутри главного разведывательного управления российской армии, которые действовали в официальной должности Эта информация проливает больше света на утонченную атаку на выборы США 2016 года Включая публикацию электронных писем с целью нанести ущерб репутации кандидата в президенты от демократов Хилари Клинтон Трамп должен встретиться с президентом Владимиром Путиным, который отрицал российское вмешательство в выборы в Хельсинки в понедельник Этот саммит включает в себя встречу в формате 1 на 1, на которой помимо президентов будут лишь переводчики Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила в пятницу, что саммит отменен не будет Министерство юстиции заявило, что целью хакеров была компания Клинтон, Национальный демократический комитет и Демократический предвыборный комитет Конгресса Целью был выпуск информации в интернете под именем «Члякс» и «Гуччифер 2.0» и через другую структуру Заместитель генпрокурора США Рот Розенштейн заявил, что среди обвиняемых нет граждан США, но сказал журналистам, что обвиняемые общались с несколькими американцами в ходе сговора через интернет В этом обвинении нет утверждения о том, что какой-либо американский гражданин совершил преступление, сказал Розенштейн на пресс-конференции Тут нет утверждения о том, что сговор повлиял на посчет голосов или изменил какие-либо результаты выборов Заместитель пресс-секретаря Белого дома Ленси Уолтерс упомянула комментарии Розенштейна и сказала, что нет свидетельств связи компании Трампа с попытками кибервзлома В сегодняшних обвинениях нет утверждения умышленного участия кого-либо в компании и утверждения о том, что предполагаемые кибератаки повлияли на результаты выборов, сказала Уолтерс в своем заявлении Это соответствует тому, что мы говорили все это время Личный юрист Трампа Руди Джулиани написал в Твиттере, что обвинение – хорошие новости для всех американцев, но призвал завершить расследование спецпрокурора Русских поймали Никакие американцы с этим не связаны Пора Мюллеру прекратить это преследование президента и сказать, что президент Трамп абсолютно невиновен, написал Джулиани в Твиттере Субтитры создавал DimaTorzok